Касьян 29 февраля – 60-й день високосного года по Григорианскому календарю, когда до конца года остается 306 дней. Это единственный день, отсутствующий в году без интеркаляции, то есть в обычном, и бывает он раз в 4 года. Однако так было не всегда. В 1930 и в 1931 годах в СССР из-за введения советского революционного календаря было 29 февраля, хотя эти годы не являются високосными. Первые календари вообще были, в принципе, составляли гораздо меньшее количество дней, то есть 355-356 дней. Собственно, длительность месяцев чередовалась 29-30 дней. И поэтому приходилось составлять не только високосные годы, но еще и эмболисмические месяцы. Приметы – это знаки, предсказывающие будущее. Вера в приметы свойственна людям с давних времен, и вытравить ее из человечества не смогли ни прорывы в науке, ни развитие психологии. Желание искать и находить повсюду знаки судьбы досталось нам от предков. И если многие ритуалы и обычаи так и остались в прошлом, то приметы до сих пор идут с нами рука об руку. Сейчас хранилась вера в то, что високосный год, он якобы неудачен, но это, в принципе, происходит из времен Римской империи. Дело в том, что в Римской империи вообще, если честно, с календарем был полный бардак, потому что изначально, опять же, месяцев, количество дней в месяце варьировалось 29-30 дней, соответственно, и дополнительные дни до весеннего имени составляли дополнительный месяц, но поскольку римляне, они вообще предпочитали не искать легких путей, вот этот дополнительный месяц вставлялся внутрь месяца фебруариуса, то есть после его ид, после середины месяца фебруариуса. Существуют и трудности, прямо связанные с неудобным годом. 29 февраля бывает всего раз в 4 года, но, конечно, в мире есть люди, рожденные в этот день. Обычно они отмечают свой день рождения 28 февраля или 1 марта, но в сети можно найти целую схему того, как это систематизировать. Согласно ей, родившиеся в 29 февраля в первой половине дня должны первые 2 года праздновать свой день рождения 28 февраля, а третий год – 1 марта. А те, кто родился во второй половине дня – наоборот. В первый год их личный праздник выпадает на 28 февраля, а следующие 2 года – на 1 марта. Если же человек родился в первые или последние 6 часов 29 февраля, то ему, соответственно, предлагается перенести свой день рождения на ближайшую к этому моменту дату. Вставлялся дополнительный месяц, ну и, в общем, как раз вот этот вот месяц и считался как бы неудачным. Дни считались неудачными позднее, после, собственно, реформы календаря Юлия Цезаря. Это были конкретные дни, каждый из которых посвящался одному из божеств римского пантеона, и этот момент отчасти ушел. Психологи объясняют свойственную человеку веру в приметы так – суеверия внедряются в наш мозг и закрепляются там. Потом люди живут по этим программам. По словам экспертов, думать нужно позитивно. Чем больше думаешь позитивно, тем больше хорошего притягиваешь в свою жизнь. На самом деле, високосные годы – это просто поправка, которую приходится вносить в работу несовершенного инструмента – календаря. А 29 февраля – обычный день, в который не стоит себя никак ограничивать. Просто бывает он реже, чем любой другой. Элиза Дистанова, Николай Суховский, Тимур Ахметов. Универ Новости.